Обращайтесь на «в» официально, голос понизьте и разговаривайте с профессором, как положено. Какая разница, кто «в»? Подождите, вы объяснитесь насчет земли. Вы что пинаетесь? Дверь убери! Что пинаетесь? Я сейчас только что снял, как вы пинаетесь. Что это? Нелитературное слово. Прошу прощения у зрителей телекомпании АТВ за свой нелитературный тон. Я не сдержал свои эмоции, ибо меня только что легнули. Получил по ногам от руководителя Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Сокрещенно Бурнисх. Вскоре ученый муж повторит свой пинок еще дважды. Видимо, для него это все равно, что профилактика от назойливых корреспондентов. Со мной никто не договаривался. В понедельник запрос отправили официальный. У меня не было никакого запроса. Далее он начал трогать нашу аппаратуру. К сожалению, эта съемка велась на телефон. Поскольку мы не успели воткнуть флешку в основную камеру, ибо не ожидали столь горячего приема. Только что Будожапов Лупсан Владимирович, доктор биологических наук, профессор, трижды ударил меня в ногу в попытках вытолкать меня из своего кабинета, из своей приемной. Хотя мы договаривались насчет комментария. Нас просили приехать до 15.00. Запрос мы отправили в понедельник, сегодня пятница. Ну, надеемся, через пять минут он успокоится, и нам удастся нормально поговорить. Спустя как раз-таки пять минут Лупсан Владимирович вышел. Но, судя по одежке, профессор собирался от нас убежать. Более того, доктор наук решил, что лучшая защита – это нападение. Телефон мой отдайте. Телефон вышел отсюда. Какое тебе разрешение? Профессор отобрал мой телефон, потому далее камера мобильника снимала один из ящиков местной тумбочки. Вслед за этим Лупсан Владожапов пытался выдернуть и микрофон. Но я уже знал, на что он способен, и берег оборудование, как зеницу ока. И раз поломать аппаратуру у него не вышло, доктор, видимо, решил сломать нас самих. Что ты кричишь-то? Подождите, почему не распускаете? Тебе чужие кричите. Вы потому что кричите. Вы потому что кричите. Что ты сделал сейчас? Вы потому что кричите. Подождите, подождите, сейчас. Почему кричите? Почему ты была пощечина? Возможно, так доктор биологических наук дисциплинирует своих студентов и сотрудников. Боец из профессора так себе, но пощечина выбила меня из колеи. Правда, в отличие от него, я успокоился буквально через пару секунд. Тем временем Лупсан Бодожапов продолжал подливать масло в огонь и отбирать наш микрофон. Далее руководитель научного ведомства и вовсе пустился в бега. Почитайте законы, пожалуйста. Я такой отсталый, молодой человек. Я молодой и отсталый, а вы какой? Вы должны себя тоже руками выбили? Да нет. Ты себе корреспондентом стал тоже. Маркет Николаевна. Да ладно, пусть они пишут. Подождите, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, о том... Будда, урод-корреспондент. Это лозунг, которым нельзя быть. Которым нельзя быть. Подождите, расскажите, пожалуйста, насчет федеральной земли в Колесово. Кирпичный завод в Иволгинском районе. У меня вообще это не ваша тема. Это наша тема. Куда вы заходите? Я за своим телефоном. Подождите. Подождите. Вы у меня телефон отобрали. Все отобрали. Подождите. У меня телефон отобрали. Накой держит? У меня телефон... Почему меня толкаете? Ваш руководитель отобрал у меня телефон. Почему меня толкаете? Ваш руководитель отобрал у меня телефон. Капон мог у вас что-то отобрать. Вы почему толкаете до меня? Вы же отобрали у меня телефон? Нет. Нет? Смотри, что за привычка? Не заходить сюда. Где телефон мой? Подождите, он уже третий раз говорит. Мой телефон нужен. Я телефон свой хочу забрать. А я хочу вас отсюда выгнать. Я свой телефон хочу забрать. Ты что психолог? Что делаешь? Такой молодой еще психолог. Это моя вещь, это моя имущество. А ты находишься в чужой. Подождите. Иди сходи. Я вернулся за своим телефоном и на меня накричал его заместитель. Мол, женщину тоже ударили. Возможно, я задел сотрудницу вот на этих кадрах. Однако это вышло по инерции, ибо профессор толкал меня, а я в свою очередь. Случайно толкнул женщину. Я приду к вам в квартиру, чужих людей заведу, и они будут там сидеть. Это ведомство. Это не ваше собственность. Это закроем. Тем более не ваше. Это федеральное собственность. Тем более не ваше. Вы в ней руководитель. Рукой мне не маши тут. Я как сотрудник. Ты какой сотрудник. Это позор такого сотрудника иметь. Запомни. Это позор иметь такого сотрудника. Запомни. Это позор этому телевидению. Изначально мы пришли сюда по поводу кирпичного завода в селе Каленово. Это предприятие находится на федеральной земле. Его курирует Бурнисх. Как нам стало известно, на том самом кирпичном заводе некий китайский бизнесмен незаконно добывал природные богатства. К пользователю недр был ряд вопросов. Один из основных вопросов – это земельные правоотношения. По информации, предоставленной администрацией Волгинского района и самим недропользователям, на сегодняшний день и вообще в течение периода владения лицензией, земельные правоотношения никак не были оформлены. Руководитель Бурнисх позволял добывать ресурсы на федеральной земле. То есть подведомственный для Лупсана-Будежапова участок даже не сдавали в аренду, пока там спокойно копали суглинок – материал для изготовления кирпича. А это как минимум административная статья. К ней добавится еще одна уголовная воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Продолжение следует.